На острове Татучи пройдет необычный музыкальный концерт, точнее даже флешмоб «Зеленый марафон» называется. Подробности мы сейчас выведаем у наших гостей. В студии Галина Катеринич, организатор музыкального флешмоба, Валентина Биенко, ее единомышленница, тоже организатор, и Дарья Попова, исполнительница, вокалистка. Здравствуйте! Русский народный! Расскажите, пожалуйста, девчата, все эти инструменты русские, народные, ложки, трещотки и еще вот какие-то штучки, я не знаю, типа маркасы, да, импровизированные, не признала их, вот для чего они понадобятся вам на «Зеленом марафоне»? Да, на «Зеленом марафоне» у нас впервые состоится такой замечательный музыкальный флешмоб в поддержку фонда «Счастливые дети», когда мы все соберемся на одной сцене с красноярцами и большим оркестром русских народных инструментов, чтобы сыграть самую добрую мелодию. Ну, и как же она звучит, самая добрая мелодия? Да, как же самая добрая мелодия? Это вот так вот, наверное? Нет. Самая добрая мелодия у нас будет «Аяполугу», наши детишки детской музыкальной школы уже вовсю репетируют ее, а Даша сегодня поделится со всеми и откроет секрет этой песни. Ну, давайте, тогда вы. А мы просим вас подыграть. Подыграть, что нужно делать, да, давайте. Ну, у нас ложки, да, трещотки, марокасы уже познакомились, просто нужно... А как вы держите вот ложку, вот как-то вы интересны... Так марокасы. Подождите, подождите. Самое главное, да, раз и, раз и. Да, я уже... А это куда? Вот сюда. Чтобы ложечки стукали. Ну, вот так как-нибудь возьми. Нет, ты видишь, что специально есть какой-то... Я буду так. А третью ложку надо взять. Да, вы придете до 28 мая. Вас всех научат на флэш-мобе. Всех. Все, поехали. Итак... Песня. Песня народная русская. Да. А я полу-го, а я полу-го, я полу-го, я полу-го, я ла, я полу-го, я полу-го. Я полу-го, я полу-го, я полу-го, двигаю. Вся покатилась голова за задние борота. Слушайте, как здорово. Мне кажется, самое главное, что вы помогаете фонду «Счастливые дети» вот этим как раз. И вот эти инструменты легко освоят детишки и смогут вам действительно подыграть. То есть всячески приобщиться к творческой счастью. Главное, что для таких инструментов не нужны ноты. То есть знания не нужны. То есть каждый может без музыкального образования взять ложки, взять трещотки и сыграть. Но спеть, как вы, не каждый сможет. Да, спасибо вам большое. Скажите? Да, да. А еще эти инструменты необычные, они волшебные. Они разукрашены детками из детских домов. А, вот эти все. Скажите, их можно будет как-то купить, Галин? И вот таким образом поучаствовать и как-то повлиять на состояние здоровья? Да, мы обозначили стоимость, поскольку я представляю, что «Счастливые дети», как раз таки, куда и придет средство. Мы обозначили цену этих музыкальных инструментов 200 рублей. В принципе, это небольшая цена, и приобрести можно разными способами. У нас в фонде «Счастливые дети» на Молоково, 19, либо в Краевом центре поддержки общественных инициатив. На Горького 20 лежат такие инструменты, и стоит коробочка для пожертвований, так называемых. А на острове нельзя будет 28 мая купить? Точно так же можно будет на острове Татышево купить эти музыкальные инструменты перед началом нашего музыкального флешмоба. Поэтому всех ждем, приходите, пожалуйста, будем рады. Давайте сыграем вместе «Мелодию добрых дел» и поможем деткам. У меня такой вопрос. Это все инструменты, которые будут, да? Или есть еще какие-то? Нет, нет, у нас еще есть в запасе другие музыкальные инструменты. Вот эти же самые, только их больше. Нет, я имел в виду, что маракасы будут ложки и трещоточки, правильно? Ну это то, что легко купить, ну в смысле, что можно сыграть. На чем можно сыграть, да. На чем можно сыграть в любой момент. И песню там мы выбрали, понимаете, вот нестандартную. Да, вот почему именно эту песню? Нестандартную, потому что все думают, если русская народная, да, вот какая у вас возникает? Ну-ка, Линка, Малинка. А вы, нестандартную, но тоже известную аэпологу, я думаю, что мы разрушим некоторые стереотипы песен вообще. Ну, кто-то и выучит, например, как я, я не помню такую песню. И даже если ничего светило. Должно быть все зажигательно, интересно, бодро, весело, поэтому всех-всех ждем. Красноярцев, приходите. Должна быть погода, по-моему, хорошая. Мы посмотрели, свали с космосом, договорились. С такими инструментами, я думаю, в любом случае никакая погода вам не помешает. И с такими исполнителями, с такой праздником. А я вот хотел бы, Дарья, еще раз спеть еще раз, вот одну строчечку за эту песню. Дайте еще раз, да? А вы давайте сыграем. А давай еще, вот, прям вот. Давайте окончание тогда. Да, окончание, прям. Покатилась я, покатилась я, покатилась голова за задние ворота, покатилась голова за задние ворота. Эй, отлично. Мы приобщились, приобщайтесь и вы к зеленому марафону на острове Татышев. Это благотворительное мероприятие, которое поможет деткам стать здоровее и счастливее. И пройдет оно 28 мая. В 11 часов флешмоба. В 11 часов. В 11... Слушайте, что ли? В 11 часов утра. Вы приходите в 28-го в 11, и все увидите своими глазами, и все попробуйте. Спасибо большое, мы благодарим от наших гостей за такую музыкальную минуту и хорошее полезное начинание. Это Галина Катеринич, организатор музыкального флешмоба и Валентина Биенко. И Дарья Попова, исполнительница, солистка, лауреат множественных конкурсов. Приходите, послушайте.